приветствую вас уважаемые любители рыбалки рыболовной ловли в сегодняшнем выпуске хотел бы рассказать про одну снасть на резинке была распространена крайне распространена масса в середине 90-х годов до начала 2000 до появления закидушек которые ее и сменили потом уже пошли фидер и так далее и тому подобной разновидности вот снасть очень простая в принципе но много составная первое основное наверное это у нас груз груз использую где-то весом 300 350 400 грамм то есть вот это вместе связывайте берется веревка бечевка средней толщины здесь делаете петельку связывать эти два груза где-то делаете петлю не петлю а здесь делаю петлю привязали где-то так далее идет просто веревка и здесь уже идет петельку делать к этой петле пристегивается резинка это основная наверное часть данной снасти вот резинка бывает двух видов я бы сказал двух сечений это вот круглого сечения и плоского плоского сечения они выходят очень быстро из строя по практике знаю использовал брал они чуть-чуть подешевле но по качеству хуже потому как очень быстро стираются и там если дно у вас ракушник или грязно захламлено тогда режется очень здорово об ракушник особенно вот далее продается она метров по 6 по 8 9 эта резинка растягивается один к трем примерно соотношение один метр резина растянется на три метра примерно вот можете делать грубо говоря купили два матка там по 6 петля в петлю сделали как здесь привязали петля в петлю и погнали там 12 метров резина этого у вас 26 метров примерно активно дистанция увеличение ловли ну соответственно 3 там 36 и так далее там подобное зависимости от водоема где вы ловите если водоем большой то можно сделать два три связать завести вот здесь делаете петлю вот от этой резинки петельку петля пристегивается уже вставки с крючками ставка с крючками вот она стянул здесь вот застежку здесь застежку вот эту застежку пристегиваете петли резинки вот вставка с крючками я размотала на метр на 4 4 с половиной я оставлю как право пучков 10-12 не лая очень давно на эту снасть ну блин как объяснить она по карасю очень ходовая очень такая масштабная была свое время все повально ловили на нее карася карась под носковой был довольно распространенный карась качественный был то есть там экземпляры в полкило в 700 грамм даже более килограмма на эту снасть попадались кило 100 кило 200 вот меня отец ловил весьма и весьма радовали в принципе вот карась там в полкило не было такой редкостью как настоящий момент вот далее вставка этого леска толщиной 0 3 0 35 почему размотал две вставки первая ставка это моя то есть она сделана на скорую руку требуешь там особо затрат от начала застежки от начала застежки до первого кружка я делаю где-то нет полметра далее делаете петельку такое и дальше уже сам поводок петля в петлю засовывать и ставите сюда то есть при разборке уже на берегу она приобретает вот такой вид и вторая более глобальная такая она продуманная это уже вставка из рук стекла отец мой еще делал вытачивал такие маленькие протачивал вытачивал сверлил то есть человек занимался основательно ловил постоянно ездил ловил на нее сделать вот здесь проточено по толщину лески и поперечная там сверло наверное я не знаю единичка может да единичка скорее всего и делаю составляется такой крючок зачем он это делал прежде всего это уменьшает количество запутывания то есть крючок вот если вы видите вот здесь он перевернут завернут не пойми каком состоянии буквально вот я ездил ловил на нее две рыбалки а вот на этом ездил ловил года два на сезона два смысла говоря не меня вот далее ставится на этой леске вот такие кембрики силиконовые для чего это делается это и здесь стоит и здесь стоит для чего это делается вставляется крючок суда для сборки на мотовило в походном состоянии там приехали на берег там перед тем как ее распустить завести пристегнули вот эту вставку и поехали дальше так вставка пристегивается у нас к резинке один конец второй страх конец вставки пристегиваться вот к леске катушки ленинградская очень было тоже в свое время это ленинград к старую-старую леска толщиной вот здесь наверное 07 где-то 065 07 а так можно использовать от 0 45 до 07 там свободно вот далее катушка крепится у нас уже ну я по крайней мере чтобы не искать там по берегу не лаясь деревни деревья убить у нас к их так мало осталось приматываете уже непосредственно катушку такой подставочки грубо говоря примотали на берег привезли поставили ее можно сделать срезать палку вот эту катушку положить вот к основанию там воткнули вот так катушку положили петлю сделали завязали ее на верх палки и уже от нее сюда поставили к снасти так далее идет у нас сигнализатор в качестве сигнализатора использовались вот колокольчики тех люди которые ловили ночью карася они окрашивали как правило в белый цвет или что-то привязывали или что-то делали на тот момент еще светлячков так они распространение у них не было не было светлячков многие люди даже использовали оставили банку и в банку ставили свечку если кто вспомнит если кто ездил так ловил вот улыбнется может быть вот можно еще окрашивать белый цвет то есть на ночью в летние ночи видно довольно таки хорошо белый цвет на фоне земли некоторые я даже видел несколько раз встречался лист бумаги белой подкладывали тетрадный или вот обычный белый формат а4 вот у меня есть такого плана подкладывали листок формата а4 и на фоне этого форма листочка формата а4 все очень здорово видно было то есть поклевку ход поклевки влево резкий плавный украсил это как правило если он берет крупный то он сразу пошел на вытяжку на прострел бывало такую тоже даже катушка самая которая стояла она срабатывала трещала слышно было вот далее сделали грузовую веревку пристегнули вот этот поплок закинули в лодку это все пристегнули уже к резинке резинку вставки с крючками один конец резинки второй конец лески сняли с фрикциона уже то есть катушка была на свободном ходе лучше ездить ловить двоем чтобы удобнее один человек стоит аккуратно разматываться потому что мало ли где на берегу зацепил за трав за камыш еще что-нибудь где-нибудь спокойно отцепил один человек на лодке завезет это все дело второй человек контролирует вот мы раз ловили там на 2 на 3 донки на двоих ну это вполне можно по 2 донки ставить это тоже вполне вполне нормально для чего этот поплок нужен выезд на лодке завозли завезли вон там человек с берега крикнул хватит в визуально примерно отмерил там метров 30 то есть на на как объяснить по метражу зависит на сколько у вас на растяжение вот растяжение резинки метров 25-30 от берега завезли поставили слотки вот этот пристегивается поплывок к грузу и разматывается там глубина как правило на озер там два два с половиной три метра и поплывок оставляется то что у вас было видно ориентир где у вас находится груз то есть в конце ловли подъехали подняли его подмотали и забрали то есть вы не обрываете и у вас как постоянно груз на месте вот можно чуть-чуть притапливать в принципе чтобы не видно было чуть-чуть притапливать тесто но это не принципиально далее сюда уже идет вот такой вот поплывок еще одна разновидность там можно не поплывок можно любой кусок пенопласта привязывать грубо говоря но я брал поплывок щучья раньше использовал для ловли там наживца там крупно вот такой застежки этот поплывок пристегивается к началу именно к началу к месту состыковки вот у вас основной лески и вставки это поплывок пристегивается там или карабин или вставки то есть он поднимает у вас снасть для чего это делается это делается для того чтобы вы растянули две донки поставили до одну-две донки пристегнули вот эти поплывки можете сразу кстати это сделать пристегнули он у вас всплывает он у вас показывает начала где у вас находится вставка с крючками далее это место кормится то есть берется прикорм и закармливается то есть там уже с лодки непосредственно опять же скидывается все это разбрасывается там прикормка мешками зрелище конечно как может кто-нибудь видел на кормовых на местах на таких на платниках на рыбхозах как рыбу кормят прямо то же самое выкидывается там апельсинами там с размером с кулак на одну донку где-то апельсинов 10-15 кормится как правило ловлю начинается с вечера то есть на ночь приезжают могут тут и с утра приезжают все по-разному ловили я приезжал с вечера как правило растягивал стал попок прикормлю прикормлю подплывал снимал на лодке эти поплыки снастанула далее выплывал на берег уже и вытаскивал вот эту всю снасть снасть она на резинке она вытаскивается стоит у вас грубо говоря вот это вот катушка на этой растяжке за этой катушкой за растяжкой как удобнее можно лево можно право зависимости от того как у вас стоят донки ставится еще отдельно палки для чего это делается вот обязательно делается вот на начале вставки с крючками делается большая петелька отвозите то есть вытаскивать ее на берег и на эту палку ставите грубо говоря сверху петельку чтобы вам удобнее было насаживать вытащили и проверяете чтобы у вас последний крючок ну там примерно балде там хотя бы метр от воды от кромки воды свободно не в так было если у натяг будет в лучшем случае вы оборвать в худшем случае она вас вам опять придется завозить перевозить эту снасть опять лезть в лодку как правило вечером это неудобно поэтому натяжку вот эту для чего лучше второй человек на берегу он проверяет натяжку чтобы нормально было не слабо не сильно натяжка была нормально средняя натяжка чтобы вам было удобно то есть силы резинки хваталось увести опять вставку с крючками на место ловли вот вытащили вы на берег мы делали раньше так одну донку ставили на червя вторую донку ставили на каши на всевозможное на хлеб на кашу на манную кашу круто заварено то есть берете манку заварить его горячей водой мне тем кто его карася все равно скорее узнать что это такое и насаживайте то есть у вас одна донка стоит на червя на животное второе идет на вас на кашу ловите ну третий экспериментально как правило ставили мы там под берег ее кидали то есть там резинки поменьше ставили под берег ее ставили и ставили уже мотыля опарыша количество крючков вы можете ставить любое абсолютно там а хоть 5 хоть 3 хоть 4 можете хоть 20 хоть 25 хоть 30 но в начале весны не рекомендую потому что все таки крючков много равнозор к этому я так думаю отрицательно отнесется в нерестовый период вот хотя ловили если карась по моему мнению если карась клюет то он клюет а если не клюет даже во времени 50 60 крючков поставьте вы все равно ничего не поймаете вот без толку но это уже отдельно тем для сгора в принципе все ребят снасть очень довольно таки интересно я вспомнил порылся на андресоль откопал ее поспоминал посидел вот интересную снасть кто может вспомнить туда этого воел в принципе было мне интересно вспомнить классная штука своеобразная в принципе все кому понравилось ставьте лайки кому что непонятно пишите в комментариях всем отвечу всем удачных рыбалок ребят удачи пишите подписывайтесь